Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Хукат. Но сегодня еще и Рошхотыш, первая Томуза. Очень важный день. Вообще Томуза это четвертый день года, как требует еврейская традиция, если считать месяцы, начиная с Нисана. В Писании он называется просто четвертый месяц. Мы знаем, что третьего Томуза, например, произошло великое событие, и Ошо остановил небес, солнце и луну, чтобы они могли продолжать светить в течение 36 часов, и чтобы он мог продолжить битву с врагами, и чтобы поразил их и так далее. Сказано, что Торик заговорил Иоуша перед Господом в тот день, и передал Господь и Мореев и так далее. Солнце стал стой у Гивона, а луна у долины Айлона. Такое великое дело произошло. И стояло солнце, и стояла луна, доколе мстил врагам, написано. Это было великое историческое событие третьего Томуза. Вообще, духовное ощущение вот этого месяца, это зрение. И вот написали каббалисты, что это удивительный месяц, и что в нем можно увидеть материальный мир насквозь. В любом процессе ты можешь увидеть божественный источник. Надо только подготовить свое зрение. Написано вообще, в этом месте человек должен беречь свои глаза, чтобы стараться во всем процессах видеть только хорошее. В мире в целом, в частности, в ближних и так далее. Только хорошее видо. То есть способность вот это охранять зрение, сосредотачиваться на том, что нужно видеть, это и является исправлением чувства зрения, и оно работает именно в этом месте. В Танахе, в книгах законоучителей сказано, что дни памяти, печальные события, посты всякие, даны нам не для увековечивания скорби. В будущем они станут днями радости. А мы знаем, что есть 17-я Томуза. Сейчас мы к нему вернемся. День, который считается траурным в этом месте. Поэтому нас предупреждают заранее, что не для того, чтобы ты там печалился, только пойми, почему это произошло. Надо проанализировать причины, по которым были эти трагические события. И стараться больше не допускать. Вот в чем суть любого траура. Утрецы сказали, что в месяце Томуз человек сам выбирает, идти ли ему дорогой жизни или путем греха. Как так? Вроде Томуз обычный месяц. Более того, еще раз говорю, приходится дата, имеющая негативную окраску, 17-я Томуза, когда были разбиты скрижали, золотой тельтет, связанный, пробитый стены Русалима и так далее. И кроме того, 17-я начинается тяжелый достаточно период, до 9-го следующего месяца. Это месяц Теснин. Почему? Именно так. Дело в том, что планы Бога всегда осуществляются. Мысли, планы. Согласно первоначальному плану, именно 17-е Томуза должно было стать днем самой великой радости. После событий у горы Синай Машар-Абейну поднялся на гору, чтобы получить Тору, и ровно через 40 дней он должен был вернуться, и мы должны были в этот день получить скрижали завета. А что может быть более радостным, чем заключение договора с Богом? Таким образом, месяц имел все потенциалы стать радостной кульминацией. А то, что люди что-то поминали, значит, в будущем все равно слово Бога свершится. Поэтому в потенциале есть великое-великое в этом месяце. Сказали каббалисты, что тут надо вдуматься. Мы сами выбираем, как будет выглядеть наш месяц. Как месяц Томуз будет выглядеть, только мы решаем. Мы можем либо ждать, что там от золотого тельца, а потом долго ощущать вот это послевкусие кошмаров. Или, наоборот, увидеть совершенно другое. В хэт, вообще, хэт, хэт, буква, это можно и склонять к жизни и милости. И эта же буква присутствует в словах грех и соблазн. То есть этот месяц, когда тебе, как сказал Бог, жизнь и смерть я предложил тебе, благословение или проклятие. Выбери жизнь, чтобы жили твои потомки. Как это объясняют? Выбрать жизнь, значит, понять, что во всем есть внутреннее зерно жизни. Есть добро, есть ополочка разная, она кажущаяся такой. Да там, во всем есть ополочка в этом мире. Можно держаться в любом процессе за заманчивую обертку, а можно перетянуть на себя именно внутреннее содержание жизни. Специальные мудрецы, дополнительно, что когда мы выбираем жизнь, то открываем для себя, что гематрия 17, вообще, это ТОФ, да, гематрия, это, получается, праведник, и сейчас ТОФ добавляет хороший праведник. То есть все хорошо, во всем процессе надо смотреть внутрь. Майсу обычно в воскресенье сегодня просто надо было, потому что короткую-короткую Майсу вот о чем. Именно о нашем месте. Однажды раби Израиль Салант, гений Мусара, шел по городской улице, увидел у сапожника, когда там свет какой-то в окне, он подошел, ты же уже старый, говорит, что ты два часа ночи сидишь? Ответил ему сапожник крылатой фразой, раби, свечка еще горит, можно что-то исправить. И эти слова проникли в сердце раби Израиля. И он говорил, все верно, эти слова мы должны помнить всегда. Пока свеча горит, можно исправить. Написано, душа человека, это свеча. Пока душа не покинула тело, пока жизнь не покинула человека, мы можем исправить себя, исправить кусок того мира, который нам доверен. И надо использовать эти возможности и не упускать. Пороховая слаха.